Всем привет! Не скажу вам доброе утро, потому что уже почти после обеда. Только я села, началась движуха. Пришла Грета. Срочно надо пожрать. А я же заняла ее место. Боня, нельзя Гретин корм кушать. Этой надо пожрать. Срочно причем. Уйди, сказала. Ладно, поставила ее корм на пол, на землю. Уйди, уйди. И тут прибегает Боня. Тоже надо. Как это? Короче, это лохматая, которая поменьше, помельче. Грета сидит и ест свой корм. Сейчас гуляет на балконе. Слышите? Не даю ей котячий корм есть. Эта подходит в наглую. Начинаются ее миски жрать. Грета отходит и такая лапает. Такая на нее. Я думаю, о, то сейчас будет. Короче говоря, я пока сижу тут, молюсь штукатуркой. Эти воюют. Выгнала Грету на балкон. Так, с чего начинала макияж? Забыла включить камеру. С увлажняющего крема. От чистой линии. Да-да-да-да-да-да. Вот такой тональный. Водичку хлебает. Тональная основа от Эвелайн Ликвид Контроль. Она, кстати, знаете, если ее тоненьким слоем наносить, она нормальна. Но только поплотнее. Смотрите, как она все матирует, тонирует капитально. Так, дальше я использовала от Ламель вот такой у меня хайлайтер. Хайлайтер. Дальше покажу вам пудра. Тоже Ламель. Немножко такого бронзатора. Я им делала тени на плетени. Вот здесь. Так, потому что на скулы морда квадратная. Куда оно? Так, дальше. Брови я оформляла вот такой штукенцией. Это от Эйвон. Здесь воск и тени для бровей. Нормально рисует. Пойдет. Дальше. Для бровей от... От кого это? От Люкс Визаж. Вот такая штукенция. Вот гель для бровей. Три в одном. Прямо как гель для душа. И фиксатор для бровей. Так как мы пойдем на улицу, чтобы ветер не раздувал наши шигардосные брови. Так. Поэтому показала. Тоналку показала. Кстати, классно. Наносила я ее каким спонжем? Где это он? Уже где-то закинула. Я его мочила, потому что... Ну, сами знаете. Вот это Эйвонский. Он, конечно, милипиздрический такой. Надо какую-то такую, знаете, дуладишь. Раз, два, и ты красивый. Так. И будем малевать губенции. Беру жидкую помаду от Марк. Эйвон, естественно. Так. Тут Боня мотыляется. Сейчас накрасим губы. Губы как трубы. Так. Какой здесь номер, название? Конечно, нифига я не прочитаю. Ну, да и ладно. Куда я молюсь? Готовимся мы на шикарную процедуру. Повезем Бониту к... Та я палец немножко резанула. Кровяша шла. На маникюр. Да, мы записались к мастеру маникюра для собак. Нам же больше заняться нечем. Угу. Поэтому поедем. Кстати, я там уже записал, потому что я не могу ей ногти подстричь. Угу. Она не дается. Ногти стричь, не дается. Она сначала сидит, смотрит, потом начинает вырываться, потом скулит. Она так скулит, она так плачет. Ну, вот как я ей буду срезать? Я ей или пальцы отрежу, или вообще... Гоу. Я решила, что надо сделать так, как делают профессионалы. Угу. Вообще, мучить животное, правильно? Что-то я такое молюю. Руки трусятся, потому что палец вышел из ладу. Зараза, не могу я, когда один палец не работает. Ну, короче, мы поедем. Сегодня. А смотрим, как нам там обслужат. Вот. Как нас обслужат. Он нашел какую-то эту... Салон красоты для собак и котов, для лошадей, там, свиней. Позвонил, они сказали, да-да-да, приезжайте, тюти-пути. Сделаем все в лучшем виде. То мы поедем, посмотрим. Если получится, поснимаю вам чуть-чуть. Если получится, я же буду эту шмакодявку держать на руках. Кстати, она такая... Тьфу, мне показалось не агрессивно. Ну, ошейник не дает одеть. Я, кстати, беру с собой два ошейника противоблашиных. Что вам, показать? Сейчас покажу. Смотрите, какие. Один вот такой. Это недорогая линейка. Линейка уже как с косметикой. Называется Комплимент Оберих. Ошейник противопаразитарный, водостойкий. Четыре месяца защита. 35 сантиметров, не боится воды. Типа противоводный такой. Противоударный, да? Так, дальше ошейник против блохи клещей. Провет инсектостоп. Тоже. Он для котов и для собак подходит. Ну, короче, все наоборот написано. 25 гривен. Он стоил тоже 35 сантиметров. Для котов и дрибных собак. У нас же дрибна собачка. Я хотела ей сегодня сама опять одеть вот этот браслет нарядный. Она не дается. Не дается, играется, балуется, кусает за него. Она вырывается в секунде. Ее ж между ног не зажмешь. Я ее такая только чуть-чуть так прижала, чтобы зафиксировать. Она и вместе с этим ошейником в секунде по всему дивану за ней прыгала. Она потом убегает. Ну, короче, ничего у меня не получилось. Так что мы... Хочу их попросить, чтобы они мне посоветовали, какой из этих двоих можно ей повесить. И пусть они тоже привяжут ей эту херню. Потому что я сама не могу. Я не могу. Знаете, она начинает пищать, плакать. А у меня сердце слабое. Я девушка нежная. Я не хочу ее мучить. Она запомнит, что я такая злая сила ее держала. Поэтому я думаю, пусть это сделают другие люди. Раз повесят, и все, больше снимать не буду с нее. Потому что такое... Все. До вечера. Если получится, я вам сниму этот цирк на дроте. А если нет, то уже до завтрашнего утра. Целую нежно. Пока-пока. Что, не выключила? Дурнда. Съездили мы в клинику. Сделали боники маникюр. Клиника называется вот так. Доктор Зо. Мне не понравилось. Больше туда не поеду. Такой... Мы пришли. Мы были одни. Он себе ходит по телефону, терендит. Мы стоим ждем. Бультерьер в клетке сидит. Видно после наркоза или... Ну, какой-то такой... Я к нему... Утеси-пуси-муси. Он такой... Как встал. Я такая думаю, ой, блин, зря я уже того... Бультерьера Патрой. Такой белый. Мордатый такой. Короче, он за 2 секунды обрезал нам ногти. Не нам, а бойни. Я его попросила ошейник одеть. Он, короче, обосрал мои ошейники. Что, вы сами не можете одеть? Я говорю, ну, раз я взяла к вам, оденьте нам. Покажите, как правильно. Мы же деньги платим. Он такой, а дел так нехотя, такой крючок торчит. Он, типа, дома огрежете. Короче, была я в этой клинике первый и последний раз. Больше не поедем. Поедем к своему ветеринару. Павлу Викторовичу. Всем рекомендую. Вот такой доктор. Все, заплатили 50 гривен и пошли домой. Поехали. Боня там пищит. Я ей не даю зайти сюда. Бонька, кстати, не ела, не ела котлету сегодня. А потом сожрала. Приехали из больницы. И она села. Так что вот такие дела. То есть надо ездить проверенным этим. Я думала, это какой-то такой салон, там, где груминг, где стрижки делают собакам, котам. А это нет, это клиника. Он даже ее не поставил на вот эту херню. На стол. Специальный железный стол. Где животное ставится, ложится. И они там такие смирные сидят. Я ее держала на руках, как зашла с ней, как держала на руках. Так он на мне и срезал когти. Даже в халате не был одет. Ну так, по гражданию, как я. Я даже не поняла, то ли это доктор, то ли это охранник. Ну и такое. Больше не поедем. Не понравилось. Какое-то такое впечатление, знаете, оставила неприятное. Кажется, что мы делали, ногти срезали. А мне как-то не понравилось. Не ценит эта клиника клиентов своих. А может, мы могли бы быть постоянными. Сказал нам, какие капли надо от клещей. Там были за 300 гривен. Говорю, что-то подешевше может есть. Чуть-чуть сэкономить. Он такой, ну у вас маленькая порода, вам подойдут вот этой фирмы за 175. А эти, что за 175, капли от клещей, их хватает на месяц. Представьте, это каждый месяц надо по 175 гривен на вот эти капли, на холку, между лопатками. Чтобы собака не расчухала, не облизала, не отравилась. Вот так мы съездили, девчонки. Вот такое. Боня, я уже иду. Все, кино заканчиваю, иду. Передачу. К мне на работе сказали, а что ты там за передачи снимаешь? Говорю, о-о-о. Передачи. Все. Всем пока. До новых встреч в эфире нашей телепередачи. А я пошла смывать свой боевой раскрас и ложиться отдыхать. Всем пока-пока.